Китай тайно вербует пилотов, западных истребителей. Об этом заявляют британские СМИ. Мало того, по данным Financial Times, Поднебесная делает это крайне агрессивно. Китай выискивает действующих и бывших пилотов из США и стран НАТО и всеми правдами и неправдами переманивает их к себе. Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западные военные таланты для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР. Речь идет о специалистах, которые уже не служат в вооруженных силах, поэтому они, как правило, или списаны, или находятся на пенсии. И для них это возможность, с одной стороны, вернуться, заниматься любимым делом. А второе важное вставляющее – это, конечно, очень щедрая компенсация. Китай готов платить миллионы долларов западным специалистам, поскольку это куда дешевле, чем учить своих, поясняют аналитики. Вербовщики также нацелились на борт инженеров, персонал западных центров воздушных операций и экспертов, разбирающихся в военной тактике. В целом, в мире это не новая практика. Использование таких опытных специалистов, связанных с большим опытом именно эксплуатации, содержания и развития ценно-техники, оно позволяет государствам экономить свои собственные средства на таких научных разработках. Вот только поднебесные западные эксперты нужны вовсе не для экономии средств. В рамках обучения китайцы пытаются получить знания о современной западной авиации и тактике, которая может быть альянсом использована. Обучаясь таких специалистов, ты можешь понимать, каким образом обслуживаются самолеты, как эти самолеты защищаются, какие могут быть слабые стороны. Отчаянный поиск подобной информации китайцами наводит западных журналистов на мысль, что поднебесная таким образом готовится к возможной эскалации конфликта на Тайване. В СМИ начала появляться информация о якобы планах Китая по вторжению на Тайвань этим летом. Так, по утверждению Global Press, режим Си Цзиньпиня собирается таки захватить территорию республики. Без боя Тайвань сдаваться не станет. А значит, поднебесной придется схлестнуться в бою с современным западным оружием. Вот тут-то Китаю и пригодятся знания завербованных летчиков. Это позволяет, условно говоря, тем уже китайским пилотам, бортинженерам понимать, каким образом будут действовать потенциальные противники, которые используют ту или иную западную технику, будут понимать ее слабые места и каким образом, условно говоря, какие инфраструктурные объекты необходимы уничтожить или какие именно виды запчастей надо повредить для того, чтобы самолет максимально долго не мог вернуться в воздух. Однако такой поворот событий западные и отечественные эксперты считают маловероятным. Тем более ни США, ни Североатлантический альянс сидеть сложа руки не станут. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия уже поручили хедхантерам и профессиональным сайтам по поиску пилотов прекратить любое подозрительное сотрудничество с Поднебесной. Субтитры создавал DimaTorzok